всем привет вы на канале new life is my life сегодня у нас будет небольшая распаковка из магазина smart and final мы покажем что там есть что в нем есть и как это есть это я уже перегибаю палки это я перегибаю мы покажем как мы это едим потому что но очень многие спрашивают а что вы кушаете типа а как вы кушаете а как вы готовите вот мы сейчас маленечко и покажем что это бывает можно вот я по готовке пару фраз ставлю буквально совсем недавно был комментарий вы разрешите по поводу того что вы готовите от того что мы переехали в америку наше питание как бы да не то что не как-то правильно сказать но все равно готовим те же самые супы как из беларуси это не питание не изменил то есть это раз обыкновенная скажем у советского советская я доска не русского подчеркивая советская то что не кажется на постсоветском просто если сказать русская то это например будет иметься кто-то может воспринять как русское блюдо там если сказать белорусская там или еще нет мы готовим то что ели там в беларуси любая еда суп картошка драники и котлеты рыба пельмени да много чего вот но еда изменилась я не что у нас не изменил что типа наши дети не садятся не едят пиццу запивая колы и поскакали постоянно но немножко немножко изменилась немножко изменилась потому что дети сегодняшние меньше играют на улице снежки и футбол дети сегодняшние больше сидят за компьютерами и за планшетами это ни для кого не секрет это пишут в одноклассниках вот а помните мы мы помним а вот дети будут своим детям рассказывать опять вы в космос летите помните мы в это время сидели в планшетах блин и даже не думали как это блин в космос гонять к бабушке каждый день и поэтому нет я все-таки хочу сказать что наше питание изменилось изменилось я думаю она бы если бы мы были сейчас белоруси она бы все равно изменилась потому что она изменилась в силу каких-то возрастных изменений того что как-то по-другому начинаешь смотреть на жизнь по-другому начинаешь себя чувствовать осознавать понимать смотреть на продукты по-другому простой пример когда приезжал к маме на дачу то есть понятно что я был моложе раз я к ней ездил на дачу к маме к папе она наставляла кучу всяких салатов с огорода потому что там же растет всякая трава и прочее я говорил мама сколько ты меня будешь кормить травой давай есть котлеты сейчас я ем траву вот она сейчас мы будем есть покажем как мы видим дети ее не едят вот саша сады смешно лати какой-то выбирает да да вот он сейчас покажет пару листиков он выбирает отсюда антошку наверно вообще не заставишь салат есть не зато творог есть я творог в детстве не ел катаринка она более понатуральный для на кушаем все то есть даже в нашей семье три ребенка они между собой разные уже что говорить о каких-то изменениях которые происходят у взрослых поэтому данные свои пересмотрели как-то немножко но все равно остается основная концепция то что было то и осталось ну и конечно здесь есть другие продукты здесь другое печенье здесь другая картошка потому что мы ели картошку и ели одного вида здесь она сладкая не сладкая блин какая-то еще вот то есть ну вот поэтому есть какие-то изменения и как бы нет ну как говорил склифосовский ближе к телу переходим так значит вот салат который мы только что зацепили в этом магазинчике smart and final давайте я вот показываю подробно значит в нем 3лб и вот вы видите там уже проглядывает то что в нем лежит так вот показываю все картинки потому что нам задают такие интересные вопросы но как интересные они для нас интересны в том плане что в силу там не приходилось сталкиваться чем-то мы не обращали на что-то внимание вот и у нас спрашивают про калорийность про глютен вот про много прошло и поэтому в связи с этим я буду показывать все картинки какие есть на пакете вот чтобы кто-то да мог почерпнуть какую-то информацию из того что написано на пакете потому что ну я думал достаточно прочитать показать например калорийность содержание сахара или витамина вот то что волновало меня оказывается например кого-то волнует совсем другое поэтому как говорится все выворачиваем наизнанку и смотрим вот видите в этом много витаминов и витамина и кальций и железо и витамин c и в общем вот все остальное ингредиенты саша любит вот этот вот к сашам правильно говорится ли как-то дети так говорят я не могу сказать эти тричек летес вот они и стен они любят летес но давай 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 ассистент сейчас откроет а саша расскажет еще вопросы я спрашивали каждого одну секунду продолжим нас спрашивали как мы храним потом этот сал до обыкновенно мы его храним вот просто потом свернула но его станет меньше становится и он закрываю и по поводу размеров холодильников да здесь холодильнике больше кто-то писал как вы можете вставить 4 но мы покажем лучше следующий раз когда мы купим 4 галлона молока мы поставим я прям полку да да уж точно наоборот не убирать чтобы показать мы поставим что стоит 4 галлона там будет очистить полку и ну вот такой вот это салатик то есть в этом салате есть морковь есть разные виды капусты и и он пахнет огородом да ну в общем вы бы могли понюхать но извините к сожалению таким прям огородом вот у кого у кого есть свой огород идите понюхать саша иди пожалуйста покажи какой ты салат любишь из этого салата лопать ой сказал наш с ваша опять надо на попробуйте очистировать покажу что ты выбираешь мне нравятся такие какие вот такие зеленые лица это называется и вам дают вам в школе их дают да только мы еще когда-то с этими вещами там выбираю просто ладно а какие вам еще дают всякие вот зелени в школе что вам еще дают овощей что морковки маленькие яблоки горох брокколи самое главное что нам нравится что дети кушают брокколи саша сельдерей дают такие зеленые палочки как папе в салате вот овальные не дают может саша не видел или не берет скорее всего не берет потому что в силу того что он не ест так следующее что мы хотели показать вот то есть вот грубо говоря салат готов нет но мы его заправим давай пока да не мы не показывали показывали наши заправку но и покажем я не помню только показать и показывать ну давай в общем мы заправляем чем заправляем сейчас маришка покажет и в общем вот в эту базу вот давайте расскажешь что ты мне добавляешь например в этот салат вот чем это вот такая вот заправочка мы используем либо такую либо покупаем баттермилк а я могу показать у меня есть баночка завалялась давай ну в общем эти банки они все очень удобные для каких-то таких подожди это блющи нет 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 это блющи вот смотрите это блющи вот и вот значит вот вот его внутренний факт так сказать а еще мы используем баттермилк это банка не завалялась банка размером на галлон так ну этот вот этот вот его факты я не помню показывали мы не показывали то что о нем есть так его значки показать опять же мышь не обращали внимание на какой-то значок решает люди интересуются у кого-то есть какие-то там проблемы и непотребности так ну и в общем да вот так вот вот в эту базу добавляется вот так вот подожди так я же и говорю это база а ты расскажи что ты вот именно мне в мой салат добавляешь который если вы хотите можете увидеть в нашем инстаграме потому что серёжа из тех кто фоткает еду нет потому что серёжа и фоткает еду потому что кто-то захотел увидеть как мы питаемся многие спрашивают что мы едим я маньяк многие интересуются как мы похудели потому что когда нибудь марина уже расскажет и поэтому люди хотят видеть как ты поддерживаешь вес как я поддерживаю вес поэтому сейчас рассказываю что мы в эту базу дополняем для тех кто не видел в нашем инстаграме готова себя я могу туда вообще ничего не добавлять а просто так покушать а для серёжа я добавляю туда помидор огурец сельдерей брокколи и оливки ну оливки я себе рожь потому что я очень люблю оливки и авокадо и вот авокадо это что нет но не то что недавно но может год назад я пришла к тому что она мне не нравится ну как бы я слушать такая типа взрослая понимаешь что его нужно есть поэтому авокадо на самом деле очень полезно ну это мне и врач мы говорим что авокадо очень полезно и для женского здоровья в принципе полезно и вот я как-то решила что ну а помидоры для себя туда не добавлять потому что помидоры трущишь можешь просто помидоровый салат да как бы если в доме есть помидоры я могу больше вообще ничего не есть могу есть одни помидор это говоришь как будто в доме нет помидором ну я имею ввиду то что для меня не проблема если есть помидором я не буду бегать и думать помидоры это не салат для меня помидоры это полноценная еда так это для нас был нормальный полноценный салат в беларуси мы вот это вот не ели с оливками блин смотрят water milk авокадо и прочей ерундой и тем более уже сельдереем сельдерей мы всем рассказали съели гуси короче мы ушли от темы по салату разобрались переходим к огурцовой теме салаты про которые я рассказываю в магазине вот они у нас дома есть да они кричьих можно напякать бутербург это очень вкусно они сладкие ну как сладкие то что они сладенькие это вот такая вот субстанция сейчас я скажу как это правильно сказать это очень в общем они вкусные они напоминают начинку из макдональда наверное из бургера то есть это вот возможно таким а еще их начинят они сладкие они они сладковатые они кисловатые они такие достаточно резкие и в общем они очень вкусные а еще если кто-то знает рекомендуем попробовать рекомендуем очень очень если кто-то знает американский вот этот картофельный салат я его называю американским потому что он наверно традиционно все-таки американский и потому что мы с ним здесь я пыталась и заходя из разных ингредиентов до вычитав на коробке в костке дома сделать но и я разгадала в общем они используют с майонезом вот это вот в чем этот их не секрет до специфический салат очень вкусный но его регулярно покупали покупали пару раз я делала дома в более ранних роликах можно его увидеть да но сделать его воспроизвести даже прочитав ингредиенты не получается точно так же как и получится сделать макдональдскую булку все равно будет вкус не тут ну и переходим к соленым малосольным это у нас получается соленые в общем эти огурцы мы покупаем зачем мы эти огурцы по можно попробовать помочьте спокойно эти огурцы мы покупаем для всего эти огурцы у нас идут в рассольник это самое главное это самое главное потому что рассольник это один из наших любимых супов который один из немногих ест авто да саша у нас перед заглядываем банку банку они в этот раз сделали некрасивую извините я перебиваю потому что недавно хвасталась банка сейчас покажет какая она была красивая но она не нарядная она прозрачная нарядная вот эти специально блюда положил ну огурцы как огурцы грубо говоря но если мы его не разрежем кто-нибудь спросит как же огурец выглядит в разрезе более кисловатые кисловатые уксусные что ли чем вот моя бабушка делал они похожи они похожи на ну вот на такие на бочковые наверно но я знаете что хочу сказать они хрустящие вот у меня бабуля все время огурцы под капроновой крышкой да у после бабушкиных огурцов даже было приятно рассольник пить до рассол пить вот этот в котором они делались этот рассол я выливаю абсолютно мне не нравится зайка этот рассол тоже приятно пить когда он холодненький после нового года его можно хребануть он очень нормальный я просто хочу сказать что мне кажется что они немножко похожи на бочковые огурцы у них вот есть такой вот зачем кардинально бочковые отличаются от тех которые вы допустим под капроновой крышкой не заката подожди до под капроновой ну вот это вот как из бочки да ну просто ну просто мне наверно ближе огурцы которые закатанные ой так вернулись как грица еще добавляем еще в салаты винегрет винегрет чего потом не салат винегрет это как борщ суп это кстати вот гороховый а борщ это я смотрю украинское телевидение иногда да мне иногда каждый вечер да я очень люблю некоторые программы и мне очень импонирует украинский язык мне очень интересно почему когда говорят о супах на украине говорят что их насыпают почему насыпать суп я насыпала супа и почему борщ ставят отдельно от супа разве борщ это не суп я просто просветите на данную тему для меня это очень интересно это украинская фишка точно так же как люди живут в украине короче не где-то украинцы говорят что они живут в украине и все а для меня это очень интересно белорусы говорят на украине и благодаря всяким украинским телешоу я немножко уже короче могу переводить короче может работать передачи да я знаю как как надо так ну еще мы купили вот такое печенье значит цена его регулярная 769 на селе 50 процентов так значит это типа шоколадное печенье вернее шоколадными этими чипсиками так значит вот вес этой коробки вот такой факты вот такие съесть можно написано serving size 1 2 куки 28 грамм то есть если вы съедаете целую куку получаете 240 калорий ну в общем это немало вот ну и тут уже все вот пошло вот я задерживаюсь смотрите пожалуйста чего она содержит всяких вредных веществ витаминов нет нет вот как по то симпат а блины потащим какой-то я не знаю что такое напишите кто знает есть а еще вот есть 12 миллиграмм кальций даже в нем есть но это полезно и железо 1 миллиграмм но это нормально а можно я еще передам ребятам из украины привет сейчас передашь я показываю ингредиенты и состав и вот написано кстати а нет это я думал про глютен это не про глютен значит ну давай передавай привет вчера вечером когда уже сереже был на тренировке а дети спали я убирала кухню абсолютно случайно у меня есть на ю тубе пару скажем песен которые гоняю по кругу по кругу я их могу слушать мне очень нравится и мне почему-то youtube подкинул я не знаю может она там какая-то уже древних лет но я был прям от в восторге группа по моему называется каско а песня про кроме мне так понравилось вот привет кому украинцам горячий привет так ну сейчас маришка распечатывает печенье а я буду рассказывать значит печенье это немножко похоже на все надо вот немножко похоже на овсяное но вот честно сказать я вот в калорийности в которой ты все время показываешь показываешь нет я не то что не верю потому что мы ее не читаем потому что я считаю что если ты съешь 7 таких печенье за день да то тебя завтра вот так не станет но я поеду за день только 7 все больше ничего я все таки считаю объеме ну так ты же и поправлять потому что помнишь когда мы покупали детям браслеты garmin я тебе показывал рекламу когда изучал какой браслет купите парень там сказал конкретно красивыми словами что никакой браслет вам не поможет похудеть пока вы не перестанете жрать сказал парень по телевизору поэтому я считаю что дело в объеме еды навалять салата со всеми составляющими ингредиентами картофана с цибулей там с этим вы вернее хотел сказать салом там похудения очень показательной была история парня который похудел на макдональдсовской еде на детских давай ты уже когда-нибудь расскажешь свою показательную историю похудения может не может быть а ты расскажешь просто когда-то будет время и мы за нее возьмемся вот поэтому да можно главное главное не не жрать лишнего но сейчас к печенью в общем ну займу это да в общем вот такое вот печенье она как бы типа вот так вот выглядит сашка любишь такое печенье да а ты еще любишь с белым шоколадом да да ну вот собственно на такой вот сладкой ноте иди иди лопай пришел главный тестер пришел давай за тест его есть можно до после салата или салатом а что ты больше любишь салат или печенье ты будешь салат с печеньем сашка что ты больше любишь сашка какая твоя любимая еда сама я не знаю ну что ты больше всего любишь школьный суп школьный смысле не тот который в школе продается домашний суп давай решил что любишь ну короче вот так вот салат с печеньем сам а то запись колой правда сашка или соком яблочный и все давай скажем про школьный суп школьный суп детям не дают нет школьным в школе дают много овощей зелени всяких вкусных вещей и даже картошку фри дают и бургеры дают много чего да это наши дети алла не зайка будьте в кафетерии я уже гонюсь к вам давай давай в общем дают очень много всякой еды разнообразной полезной бесполезной дети счастливые наедаются мы быстро заканчиваем школьный суп и гонимся школьный суп это наш придуманный суп мы сами придумали ему название на основе куриного бульона это тонкая вермишель до куриного бульона он похож похож на который в садике давали вермишелевый суп просто нет просто советское в советское время был такой пакетик на котором было написано подравка нарисован петушок это был очень вкусный суп я его очень меня еще тогда не было значит когда вы ели такой вы были с нами на канале задавайте вопросы пишите обязательно комментарии что вы думаете по поводу печенье по поводу салата по поводу вообще питания как правильно питаться как неправильно питаться сколько питаться заходите в наш инстаграм смотрите что мы съедаем здесь подписывайтесь на наш канал и до встречи до встречи до встречи